Да, а эта картина у меня и участник события, и его свидетель. Это о том состоянии, когда ты находишься, например, в состоянии глубокой задумчивости, и в этот момент эмоции перестают сопровождать мысли, а эмоции – это оценки события. Они как бы уходят, мысли текут свободно, как облака, и ты вдруг понимаешь, что правильно и что неправильно. То есть ты одновременно и участник событий, и его свидетель. И вот сейчас очень важно понять, что же является главным в выборе решений людей, которые привели, например, к изоляции коронавируса и со всем этим неприятностям. И вот если ты хорошо вот так вот задумаешься, когда ты войдешь в состояние безвремени, остановись мгновение, ты прекрасна. И в этом состоянии безвремени, когда ты не задерган, не суетишься, не реагируешь на всякие такие вот сигналы привычные, ты остаешься самим собой, и в этот момент ты понимаешь, что то, что привело к этой изоляции, к коронавирусу и так далее, это борьба силы добра и зла. Это что такое зло? Это как раз таки эгоизм человеческий, цинизм человеческий, отсутствие добра в человеке. Потому что вектор был направлен, если ты умный, где твои деньги. Вот теперь надо, чтобы люди стали человеками, и вот эта вот изоляция даст людям подумать об этом, что именно добро, это способность сопереживанию, способность к ответственности за свои поступки и деяния, вот это и есть то, на что мы должны посмотреть, будучи участником события и его свидетелем в состоянии глубокой задумчивости.